Добрый вечер Сегодня будем говорить о книге «Все свободны. История о том, как в 1996 году в России закончились выборы». Дорогие друзья, также сразу хочу сказать, что в конце нашей встречи состоится автограф-сессия. Все книги можно будет подписать. И перед автограф-сессией можно будет задать вопросы. Так что пока мы беседуем, ведем диалог, можно подготовить свои вопросы и потом их задать. Итак, Михаил, начнем с самого главного такого вопроса. Выход вашей новой книги стал по-настоящему большим событием этого непростого уходящего года. Как, по вашим ощущениям, отличается ли выход «Все свободны» от того, как это было с другими книгами? Вы знаете, мне, когда я пишу книги, мне всегда кажется, что я стараюсь изобрести какой-то новый язык. Мне кажется, что вообще долгое время я, когда меня спрашивали, кем я себя считаю, при том, что я большую часть своей жизни работал журналистом, а последнее время пишу книги в основном об истории, я долгое время формулировал для себя, что я считаю себя скорее изобретателем, потому что мне кажется, что я стараюсь придумать какие-то новые жанры. Иногда я делаю проекты в диджитале, иногда я пишу книги об истории, но даже в этот момент мне кажется, что очень важно изобрести какой-то новый подход. И в этом смысле, мне кажется, этой книгой я разрабатываю какой-то другой язык, которым обычно не пишут об истории. Я очень долго, все то время, пока писал эту книгу, думал об аудитории и о том, какие люди будут ее читать, и о том, как они будут ее читать, и о том, как вообще люди подходят к потреблению информации об истории. Мне казалось очень важно нащупать какой-то особенный язык, особенный способ разговора, когда, с одной стороны, книга об истории должна выглядеть как что-то другое. Она может замаскироваться под совершенно другой жанр. И в этом смысле эта книга для меня маскируется под приключенческий роман. Поэтому такого, конечно, опыта у меня в моей жизни не было. Я никогда не писал нон-фикшн, замаскированный под приключенческий роман. Никогда не писал серьезную книгу, которая прикидывается несерьезной. В этом смысле для меня это совсем новый опыт, который сильно отличается по большому количеству причин от всех моих предыдущих книг. Ну, могу также добавить, что она и по способу работы очень сильно отличается. Моя предыдущая книга «Империя должна умереть» – довольно толстое исследование событий, которые привели в итоге к революции 1917 года. Это книга, написанная по документальным материалам, по архивам, по воспоминаниям, письмам, дневникам, по огромному массиву текстов, которые остались от тех людей, которые жили в начале XX века. Предыдущая книга «Вся Кремлевская рать» – это книга, над которой я работал 7 лет. И книга, собранная из огромного количества интервью с, как принято их называть, среди журналистов, с анонимными источниками. Потому что это была книга про современные политические события. И ни у кого из современных российских журналистов нет возможности получить доступ к источникам, которые бы говорили правду, при этом позволяли себя открыто цитировать. Это, к сожалению, невозможно. Можно или брать анонимные интервью с нераскрытыми источниками и тогда составлять как пазл из кусочков общую картину, либо довольствоваться тем, что люди говорят под запись, но тогда никакого шанса выяснить правду не будет. А это совсем другая книга. Она по-другому разрабатывалась, поскольку эта книга про то, что произошло 25 лет назад. Это книга про 90-е годы. Тут удивительный произошел третий путь, был мной обнаружен. С одной стороны, казалось бы, это уже дела каких-то минувших дней, поэтому многим людям не так болезненно и не так страшно рассказывать, вспоминать и довольно искренне признаваться в том, что тогда происходило. Поэтому эта книга написана от и до по верифицированным источникам. Тут в ней есть практически каждое предложение. В ней содержит ссылку на то, кто рассказал эту историю, чья это позиция, чье это воспоминание. Поэтому, с одной стороны, это такой очень скрупулезный труд, и вообще эта книга, как и в принципе мои книги, это результат длительного и очень такого подробного ресерча. При этом, на мой взгляд, мне это удалось, хотя судить, конечно, читателям, она совсем не должна выглядеть, как серьезное и занудное исследование. Это тяжелейший ресерч, замаскированный под легковесное приключение. Ваш первый бестселлер «Вся кремлевская рать» посвящен периоду с 2000 по 2015 год и становлению нашего нынешнего президента. Империя должна умереть о предпосылках революции 1917 года. А почему темой новой книги стали именно выборы президента 1996 года? Вы знаете, это в некотором смысле другой жанр. В некотором смысле это... Вот я только что... У меня сейчас такая астация возникла. Я только что сходил в Манеж на выставку «Лебул», которая там сейчас происходит, и мне поэтому в какой-то момент показалось, что эта книга напоминает для меня такую довольно целостную, но при этом небольшого размера инсталляцию. Это книга про 90-е, но в этот раз я не ставил перед собой цель рассказать все об эпохе. Это не книга, которая может раскрыть огромный пласт в нашей истории. Хотя, когда я писал книгу про революцию, у меня была цель, я чувствовал груз ответственности, что за мной стоят тысячи людей, которых я представляю, и дневники которых я раскрываю для новой аудитории, которым я даю доступ к читателям, которые не стали бы читать просто старые пожухлые ветхие дневники. В этот раз у меня не было желания донести какую-то очевидную правду и дать голос людям, которые этот голос утратили. Мне хотелось перескать один сюжет, один конкретный, очень локальный, очень четкий сюжет. Эта книга в целом рассказывает про полгода, по сути, с декабря 1995 по июль 1996, по августа 1996, и мне кажется, это очень важные для нас полгода. Это те полгода, которые для меня собрали в себя какой-то ключевой момент 90-х. Это те полгода, из которых вытекают практически, если не все, то очень многие политические события и культурные события, которые определяют нашу сегодняшнюю жизнь. Вы сказали, что книга «Вся Кремлевская рать» – это книга про становление Путина. Я бы не согласился с вами. «Вся Кремлевская рать» – книга не про Путина. «Вся Кремлевская рать» – это книга про всю Кремлевскую рать. Про, как написано в послесловии, этой книги про коллективного Путина. А коллективный Путин – это не человек. Это большое количество людей, которые находятся вокруг него. Это их история. В этом смысле героев этой книги намного меньше. Но эта книга про Россию за секунду до Путина. Он большую часть текстового времени в этой книге находится в Санкт-Петербурге и трудится в качестве де-факто губернатора и при этом де-юро, руководителя предварительной компании Анатолия Собчака. И в последний момент буквально он оказывается в Кремле и начинается и для него какая-то новая глава, новая книга, и для многих из нас тоже начинается какая-то новая жизнь. Но это будет после. Это скорее приквел книги «Вся Кремлевская рать», потому что именно тут, мне кажется, показано, как закладываются многие те ценности, которые есть или, может быть, наоборот, которых нет сейчас, как начинаются очень многие процессы, как происходят залоговые аукционы. Анатолия, мне кажется, это такая очень важная мифическая страница в нашей истории, потому что распределение крупных объектов собственности в нашей стране – это залоговые аукционы, 1995 год. Многие слышали словосочетание «залоговые аукционы» и знают, что это какая-то легендарная махинация. Мало кто разбирался в том, что именно происходило. Сама предупрежденная кампания – это важный момент, потому что, скорее, именно из кампании даже, а не из дня голосования, вытекают все последующие политические процессы. Поэтому мне было очень важно именно описать этот сюжет, потому что, мне кажется, прочитав его, многие читатели смогут неожиданно сделать для себя самые разные выводы. Это книга, главное действие которой, как положено в современном искусстве, происходит не внутри нее, а между читателем и книгой. Потому что я к этому и стремился, чтобы не я диктовал какие-то свои выводы читателю. Я знаю, что читатели, коммуницируя с героями, всегда приходят к самым разным выводам. У кого-то есть одни любимчики, у кого-то другие. Кто-то понимает, что ключевая ошибка была между 60-й и 62-й страницей, а кто-то думает, что вот переломный момент, он на 135-й. Но это личное предпочтение читателя. Мне кажется, тут читатель, мне хотелось бы, чтобы он был таким полноправным соавтором этого произведения. Как нам кажется, сноски, пояснения и отсылки к современным явлениям делают все свободны, абсолютно понятными для всех, кто родился и после событий 96-го года. Там нет сносок. Сноски и отсылки к современным событиям есть в книге «Империя должна умереть». Меня много раз пинали за то, зачем нужны эти аналогии. Но там нет аналогий в книге. И именно сноски – это отдельный жанр, отдельный пласт этой книги, который не внедрен в текст. Я рассказывал много раз, когда выходила та книга, что у меня было два советчика, у которых я попросил в тот момент, когда я заканчивал эту книгу. Я разным людям давал ее почитать. И у меня было два полярных мнения в тот раз. Владимир Николаевич Войнович мне говорил, царство его небесное, говорил мне, что очень удачные сноски, их, конечно, нужно оставить, они придают дополнительный смысл этой книге. А Владимир Владимирович Познер говорил мне наоборот, что сноски нужно убрать, они огрубляют очень многие образы, и так мы все знаем. Я решил сноски оставить, потому что мне показалось, что не обязан читатель все знать. Тот, кому сноски не нужны, тот может их игнорировать. А есть люди, которые не следят за новостями. Им они могут быть полезны. В этой же книге нет никаких сносок. Это просто почти что... Почему я говорю про приключенческий роман? Может быть, те, кто уже листали книгу, заметили. Это те, кто ее еще не распечатал, поскольку она запаяна в целлофанчик. Те еще не знают. Она сделана по структуре книги «Три мушкетера». И у каждой главы есть название, стилизованное под «Трех мушкетеров». И там фигурируют в названиях глав кардинал Ришелье, Миледи, Бекингем, Блюдовик XIII. И вот там, скорее, если есть какой-то провокационный момент в этой книге, это вовсе не отсылки к современным событиям. Это, скорее, отсылки к выдуманному миру, отсылки к фикшену, который многие из нас знают с детства. — Вопрос такой. Для какого поколения вы написали эту книгу? — Я всегда, мне кажется, пишу для одного и того же поколения. Я бы не назвал это поколением. У меня в голове есть такой образ. Я пишу книгу всегда для человека, который будет жить через сто лет. Потому что через сто лет он, когда появится, и ему захочется вдруг узнать, что было в голове у этих людей, и почему они так странно себя вели, и вообще какая у них была картина мира. Он сможет открыть и довольно быстро понять. Другое дело, что, мне кажется, у многих из нас много общего с этим человеком, который будет жить через сто лет. Мне кажется, многие люди, которые родились после девяносто шестого года, они обладают полным набором качеств, присущих человеку, который будет жить через сто лет. Я уверен, более того, они и доживут до этого момента, через сто лет. Надеюсь, что пандемия скоро закончится, а медицина продвинется, и все насладятся. Это 2120 годом. Но мне кажется, для меня это уважение к читателю. Для меня очень важная мысль. Читатель не обязан готовиться к прочтению книги. Он не обязан ничего знать. Это не ностальгическая книга для тех, кто помнит девяностые и хочет туда вернуться. Но те, кто помнит девяностые и думает, что все знает, мне кажется, тоже найдет немало интересного, потому что там есть много, ну, журналистская точка зрения, это таких, много эксклюзивов. Никогда, нигде не была подробно вскрыта схема финансирования президентской компании. Много других важных эпизодов, важных смысловых факторов, важных каких-то сюжетных поворотов, они оставались за рамками даже СМИ того времени. Тут картина собрана целиком. Я уверен, что те, кто жили тогда, тоже имеют непосредственное отношение к человеку, который будет жить через сто лет, потому что тоже могут многого не знать. Можно назвать вашу книгу капсулой времени. Давайте так, я не против. Чтобы описать историю выборов, вы остановились на формате приключенческого романа трех мушкетеров. Вы могли бы рассказать, почему именно так? И вот, может быть, сами события подсказали вам форму повествования? Ну, я вам во многом рассказал уже, почему я выбрал вот этот эксперимент. С точки зрения смысла, тут довольно все просто. Люди, многие герои, которые в тот момент принимали участие в событиях, которые я описываю, ощущали себя героически. Они ощущали, что они совершают подвиг. Многие из них до сих пор гордятся тем, что они провернули. Многие из них, я за время работы над этой книгой, взял 120 или даже чуть больше, чем 120 интервью. И в какой-то момент я понял, что вот это чувство распирающей, волнующей гордости окружают меня со всех сторон. Многие люди, даже те, которые анализируют ошибки, даже те, которые анализируют последствия, все равно из их рассказов, от их рассказов веет такой мальчишеской радостью. От того, что был момент, было время, когда можно было такое отчебучить, что весь мир перевернулся от твоей лихой затеи. Это, конечно, ощущение такое мушкетерское, когда четверо смелых так вот прыгнули на коня, схватили пожитки, переплыли Ла-Манш, забрали подвески, вернулись и развернули судьбу супердержав. Вот тут есть тоже такое ощущение, что герои ощущают себя мушкетерами, которые просто собственной лихостью и собственной смелостью вершат судьбу страны. Но это, конечно, ироничное сравнение с мушкетерами, потому что, ну, когда мы читаем мушкетеров, когда мы читаем Дюма, как правило, в подростковом возрасте, я читал, по крайней мере, в таком возрасте эту книгу, никогда не приходит в голову, что там за всем этим стоит еще страна, народы, какие-то судьбы, и вообще это не просто приключение, это довольно серьезная такая чувствительная материя, от которой тысячи людей могут как-то страдать. И по ходу дела мы никогда ведь не считаем вот этих гибнущих, даже в фильме это прекрасно видно, гибнущих постоянно, каждую минуту гвардейцев-кардиналов, никто не считает. Ну, там они падают, 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 ну, и черт с ними. Ну, они же не интересны нам, но, в общем, совершенно другой, со взрослой такой точки зрения. В целом, как бы каждый упавший в бездну, он тоже человек. А если считать, что все это поле боя, это есть судьба страны, совсем по-другому смотрится приключенческий роман, если ты смотришь на него какими-то сегодняшними глазами в тот момент, когда у нас есть другое понимание человеческой жизни, другое понимание того, как может или должна вести себя власть. И у нас появилось представление о том, что между властью и обществом может быть диалог. В период кардинала Ришелье эта мысль никому не приходила в голову, но и в 90-е годы эта мысль не всегда приходила в голову. Поэтому это, конечно же, это очень важная для меня ирония. События, которые описаны в книге, происходили 24 года назад. Наверное, самым важным и сложным этапом было уговорить очевидцев поделиться своими воспоминаниями или что-то было сложнее? Да, это было сложно. Это было сложно, потому что это всегда сложно. Я еще в самом начале своей журналистской карьеры я 10 лет поработал военным корреспондентом и много ездил на войну. Освещал самые разные военные конфликты. Ирак, Палестина, Ливан, Судан и так далее. Я для себя знаю, что самое сложное всегда это не какая-то видимая, ощутимая опасность. Самое сложное это подойти и заговорить к человеку, который не хочет с тобой говорить. И это, ну, есть люди, которым психологически это очень легко. Мне психологически это довольно трудно, потому что это очень серьезная работа. Я всегда считал, что моя главная цель это поговорить с людьми. Если я приехал в то место, где идет война и где гибнут люди, я туда приехал только для того, чтобы поговорить с человеком или с какими-то людьми, чтобы услышать их истории. Мне не нужно смотреть на то, как из автомата вылетает пуля. Она всегда вылетает одинаково. Я могу в тир пойти и там на это посмотреть. Важно посмотреть и в глаза человеку. и услышать их истории, его историю. И это всегда, конечно, сложно. Причем, конечно, разговаривать с человеком, который страдает и не хочет с тобой говорить, куда сложнее, чем подойти, например, к часовому, у которого в руках автоматы, он держит тебя на мушке и просто тебя хочет отогнать. Это довольно простой контрагент. Человек, которому больно, это самый сложный контрагент, с ним сложно разговаривать. Я вот это для себя всегда знал. Мне и сейчас не всегда было просто разговаривать с людьми. Другое дело, что мне вот в этот раз это интересный сюжет и многие герои, как я уже говорил, ощущают себя довольно уверенно и довольно испытывают какую-то гордость по поводу того, что с ним произошло. Поэтому многие радостно говорят о том, что с ней было. Тут 120 человек это те, которые согласились со мной поговорить. Было, конечно, большое количество людей, с которыми я не поговорил, но хотел. Были люди, которые уже умерли и, например, с которыми я разговаривал в какие-то предыдущие годы и у меня сохранились какие-то их воспоминания, которые я использовал. Но при этом опять-таки я говорю, что разговаривать с человеком и его слышать и его находить ключи это сложно. И в этом смысле в это включено не только интервью, в это включается еще и например согласование цитат. Потому что как будучи добросовестным журналистом, я, конечно же, добросовестным автором, я, конечно же, всем людям, с которыми я общался, я обещал, что я после этого те их цитаты, которые я собираюсь использовать в книге, конечно же, я им пришлю. И обсуждение результата, обсуждение цитат, обсуждение получившегося продукта тоже был непростой, ну и, видимо, еще не закончившийся период, потому что я от кого-то из героев слышал отзывы, а от кого-то не слышал. Еще будет очень интересно спросить у вас, сколько в итоге вы работали над книгой, как шла работа, а главное, сколько времени это у вас заняло. Это было не очень долго, я, это было примерно около года, после того, как я написал книгу «Империя должна умереть», я начал другую книгу, довольно, которую я долго вынашивал и долго писал, книгу про холодную войну, и практически два года я работал над ней, и в какой-то момент я понял, что если, чтобы довести ее до конца в том виде, в каком я хочу ее видеть, я должен потратить еще примерно лет десять, и это здорово, я не отказываюсь от этой мысли, но просто я ощутил, что вот это сидение в бункере, оно, конечно же, будет, наверное, оценено моими читателями через десять лет, но мне захотелось что-то сделать условно быстро и в каком-то другом жанре, я говорил уже про то, что для меня изобретение каких-то новых жанров важная, не знаю, жизненная позиция, поэтому я прошлым летом решил параллельно с бесконечной работой над той книгой сделать книгу в другом жанре, в коротком, не эпохальное полотно, а как бы псевдоприключенческий роман, и а потом еще случился карантин, который подарил мне возможность не отвлекаться, подарил мне возможность не тратить очень много времени на переезды, потому что брать интервью по зуму легко и быстро, но брать интервью по зуму можно только у тех людей, о которых ты знаешь, это важная вещь, очень сложно разговаривать с человеком, которого ты никогда не видел живьем, и вот для первого разговора, для первого доверительного разговора, это, конечно, совсем не подходит, нужно по крайней мере первый раз встречаться с человеком лично, чтобы потом иметь возможность как-то с ним продолжать электронное общение, ну, в общем, я могу сказать, что примерно год я почти фуллтайм занимался разработкой этой книги. В книге вы довольно подробно рассказываете про предвыборную кампанию, а вот как вы думаете, как бы проходили выборы 96-го года, если бы тогда были социальные сети, Инстаграм, ТикТок и вот все такое прочее, именно с той эстетикой, теми взглядами, но с современными инструментами? знаете, я не люблю и постараюсь как ни странно никогда не играть в альтернативную историю, хотя это очень как бы это интересная игра, но я не буду это делать сейчас, но я хорошо помню и знаю, что один из моих собеседников, один из героев этой книги, рассказывая про то, что происходило в тот момент, он как раз сам сказал, что если бы в тот момент были соцсети, все это было бы невозможно, у нас бы ничего не получилось, потому что вот как раз тот момент перед вторым туром президентских выборов, когда у Ельцина случился инфаркт и он исчез, как бы больше кандидата нет и все в штабе знают, что все, что выборы закончатся без кандидата и кто-то думает, что он уже никогда не вернется в строй, но все равно нужно имитировать то, что он активен и то, что он жив. Вот как говорит один из героев, все это завершить было бы невозможно, если бы были соцсети, но их не было. Я не знаю, это мнение героя. Следующий вопрос такой. От того, как вы описываете события вокруг выборов, действительно возникает ощущение приключения и невероятной авантюры. Одни герои действуют честно и ответственно, другие подстраивают покушение и руководствуются своими понятиями. А может ли такое повториться сегодня? Или это ситуация и герои своего времени? Я не знаю, вот про честно и ответственно это ваша трактовка, я нигде не пишу честно и ответственно. это книга про девяностые. Девяностые для нашей сегодняшней культуры, для нашего сегодняшнего общества это абсолютно какая-то мифическая территория. Я люблю ее сравнивать с Диким Западом. То есть в американской культуре существует такое выдуманное, понимаете, как Дикий Запад. Его по-настоящему не существовало, но это такая земля и такая цивилизация из кино, из вестернов, где никто никогда не был, но там все не так, как у нас. Там стреляют, скачут на лошадях, там ковбой, который совсем не похожий на настоящих пастухов из Техаса. Вот этот при этом выдуманный Дикий Запад это такая очень удобная конструкция для массовой культуры. В нашей культуре наш Дикий Запад это лихие 90-е. У нас это просто не территориальное понятие, а временное. Именно поэтому очень много сейчас фильмов про 90-е и книг написано много разных, начиная с Пелевина, заканчивая кем угодно про 90-е. Поэтому 90-е сейчас это такой полный антипод тому, как жизнь устроена сейчас. Абсолютно мифологизированный, абсолютно далекий от реальных событий, которые там происходили. Там вроде, как говорит Малва, все было иначе. Певица монеточка поет, что люди бегали абсолютно голыми в 90-е. Но интересно было разобраться в одном конкретном сюжете, как он происходил на самом деле. Михаил, что на ваш взгляд стало решающим моментом в исходе выборов 96-го года? Вы знаете, у меня есть аргумент такой, который я обычно вытаскиваю как козырь в ту секунду, когда мне не хочется отвечать на вопрос. Это цитата из Толстого, который говорил, что чтобы описать о чем Анна Каренина, мне нужно еще раз написать Анну Каренину. Я не буду говорить, что именно стало ключевым моментом, потому что об этом я написал книгу. Могу только вспомнить мнение Константина Эрнста, который говорил, что весь концертный тур, огромный, знаменитый, который многие помнят, по крайней мере, по лозунгу «Голосуй или проиграешь», и по знаменитому видео, где Борис Николаевич Ельцин танцует вместе с Евгением Осиным, так вот, по мнению Эрнста, все это не имело никакого значения, что концертный тур не добавил Ельцину ни одного голоса. Если разложить статистику, молодые избиратели на выборы не пришли. И все вот эти деньги и усилия, и самое главное, угробленное здоровье, окончательно угробленное здоровье Ельцина, все это было впустую, потому что не достигло результата. А что было важно, что достигло, об этом все остальное. Дорогие друзья, на ответ на этот вопрос вы узнаете, прочитав книгу. Вопрос у меня еще один, а после этого перейдем к вашим вопросам, поэтому будьте готовы. Оправдывают ли нарушения и коррупция победу Ельцина. Смотрите, я считаю, что слово оправдывает это вообще слово из морально-этического спектра. Ничто, каждый человек для себя что-то оправдывает, что-то не оправдывает. Я считаю, что эта книга про то, как для большого числа людей была убита вера. Вера в институты, вера в частную собственность, вера в демократические выборы. А есть ли что-то, что оправдывает отсутствие веры в демократические выборы? Наверное, это неправильно. Наверное, построение какого-то нового государства, которое декларирует свои основы ценности, невозможно без веры в эти ценности. И также вдогонку еще один вопрос. Кому в итоге была выгодна победа Ельцина? Ему самому, его окружению, олигархам? Кому? Ну, смотрите, в тот момент никто же не знал, как все обернется и чем все обернется. Никто не знал, чем все закончится. Конечно же, нам вот сейчас с нашего холма довольно просто обо всем этом судить, очень просто делать выводы и знать, к чему все пришло. поэтому мы сейчас, исходя из сегодняшней точки, можем сделать вывод, что это было выгодно тем, кто в итоге победил. Но мне кажется, всегда важно, что к финалу приводит не один случай. Я просто не верю в один переломный момент. Это книга про важнейший процесс, но это не единственный переломный момент, после которого мы перепрыгнули в 2020 год или в любой следующий год. Каждый важный момент переломный. В тот момент победа Ельцина была выгодна большому количеству людей. Конечно же, крупный бизнес, который стал сверхкрупным бизнесом после 1996 года, конечно, им было выгодно. Конечно же, те люди, которые поп-звезды, которые ездили и участвовали в туре в поддержку Ельцина, они зарабатывали, они получали квартиры, они получали еще что-то, но им это было выгодно не только потому, что они что-то получали, но и потому, что они таким образом видели свое будущее. для них и не только для них в тот момент Ельцин символизировал почему-то, но тем не менее он символизировал для них новую жизнь, в которой у них больше возможностей. Многим людям, которые ощущали, что у них возникают новые возможности от этого, они считали, что им это выгодно. Появились ли у них от этого новые возможности или сократились? Это совсем другой вопрос. И последний у меня вопрос. За кого бы вы проголосовали на тех выборах? Я недавно слышал такой вопрос. Я думаю, что я был бы в ужасе, если бы я в тот момент было 15 лет. Я не участвовал в всех выборах. И хочу отдельно отметить, я писал эту книгу не по собственным воспоминаниям. Естественно, я надеюсь, ни у кого нет сомнений. Но думаю, что я был бы скорее в ужасе, потому что мне по крайней мере описанное в этой книге у меня вызывает скорее ужас, чем удовлетворение. Дорогие друзья, Михаил Зыгарь у нас сегодня в гостях. И мы продолжаем диалог. Попрошу сейчас передать микрофон. Уважаемые друзья, просьба свои вопросы озвучивать в микрофон, потому что мы звук записываем. Передайте, пожалуйста, микрофон. возьмите у меня пожалуйста микрофон. В принципе не требуется это. Я услышу, я немножко опоздал к началу. Звать меня Александр. В микрофон говорите, пожалуйста. Уважаемые слушатели, звать меня Александр. Я родился в 80-м году в ноябре в городе Ленинграде. За 13 лет, за свои первые 13 лет в городе Ленинграде я прожил, дай бог, 3 года. Меня мотало 10 лет по стране, по гарнизонам отец военный, семья военных. И сам я профессиональный военный и профессиональный военный врач. 23 года стажа в медицине, 17 лет стажа военного врача. Последние 14 лет гражданский врач. Достиг многого. Я очевидец всех событий, которые описаны в этой книге. У меня дома написано книга похожая. Я ее назвал по-другому. Это «Либера, свобода, либерализм». Подчеркни, что тебе близко. Так вот, отвечая на вопрос, который задал уважаемый журналист, самый последний, победа Ельцина в 1996 году была выгодна выгодна уважаемым господам, либералам, которых мы имеем сейчас во власти. К счастью, сейчас происходит обновление властных структур старого аппарата на более молодой и есть кое-какие подвижки. Потому что, когда я был уволен в 2006 году по Оргштату с подплава, я служил в Полярном, на дизельно-подводной лодке в Лыгоди-Кавказ, осуществил две боевых службы на берегу и на море, завтра мой профессиональный праздник, день морского пехотинца. Это последнее мое слово. Вы формулируете вопрос? Да. Так вот, я представился, ответил на последний вопрос, который задал журналист и хотел бы спросить. Вы, когда писали книгу, использовали опросы очевидцев, документы архивные, видеопленки, ну, все, что положено военному журналисту и прочее. которые могут участвовать в военных конфликтах. Есть замечательный фильм «Бандитский Петербург» Андрея, во книге Андрея, извините, забыл фамилию, начинается на К, вот, про военного журналиста, переводчика. Так вот, пользовались ли вы озвученными выше мной материалами? То есть, архивные справки, фотографии, мнения очевидцев. Спасибо. Вы, наверное, опоздали действительно к началу. Я как раз и говорил, что для того, чтобы написать эту книгу, я использовал только документальные материалы. Я разговаривал с очевидцами, я прочитал, видимо, все доступные газеты, которые выходили в тот момент, и просмотрел примерно, ну, очень много видеоархивов. Я всерьез отнесся к изучению документального материала, потому что именно так положено работать с журналистом. Перед вами очевидец этих событий. Ну, я не мог опросить всех очевидцев, вы хорошо знаете, что в 96-м году население России было очень велико, невозможно было опросить всех. Продолжаем наш диалог. Пожалуйста, еще один вопрос. Я запускаю микрофон, дальше передавайте, пожалуйста. Спасибо большое за книгу. Я не скрываю, я голосовал за Ельцина по одной только причине. Я боялся, так сказать, возобновление террора и каких-то репрессий. Вот. Понятно, сейчас и тогда многое очень возмущает, но мне бы хотелось ваше мнение немножко побыть, чтобы вы побыли футерологом и что ожидает Россию, что ожидает элиту, в общем, изменится ли власть или нет и даже более глубоко, какие силы придут к власти. Возможно ли какой-то цивилизованный левый поворот или не дай бог что-то националистическое, что показала Украина и есть ли перспективы под какими-то другими в другой форме, но всё-таки возрождение какой-то демократической, в хорошем смысле либеральной или социал-демократической идеи и в каком-то разумном варианте возврат России на нормальный, государственный, но всё-таки демократический курс. Большое спасибо. Спасибо. Оставляйте пока у себя. Вы знаете, я, к сожалению, не... Вот смотрите, я, к сожалению, не могу полностью ответить на ваш вопрос, хоть и хочу, потому что я точно не футуролог. Я за всё время своей журналистской работы много раз обещал себе не брать на себя смелость и наглость простраивать какие-то дальнейшие сценарии. А с тех пор, как я решил, что в 2015 году это случилось, я после долгой работы политическим журналистом ощутил, что мне ужасно неинтересны нынешние события. Я не могу больше работать политическим журналистом, не могу больше следить за этими новостями. Вот в 90-е годы был такой анекдот про человека, который пришёл в турагентство, покрутил глобус, ему ничего не понравилось, и он спрашивает, а у вас нет другого глобуса? Вот я почувствовал, что мне нужен другой глобус. Мне... не могу больше слушать пресс-конференцию президента и прямую линию, и вот это всё, и выискивать там то, чего там нет. Поэтому чувствую себя с тех пор чуть более, может быть, не знаю, счастливым человеком, потому что многим моим коллегам, которые работают в новостной журналистике и поэтому вынуждены идти в фарватере сегодняшних новостей, я знаю, что они сильно мучаются. Я мучаюсь только... Я, наверное, меньше мучаюсь, потому что я не заставляю себя следить за этими событиями, и несколько раз подумывал о том, чтобы написать продолжение книги всякой о сегодняшних политических событиях, и оба раза, я два раза как-то обдумывал это, и оба раза решил, что нет, сейчас я пока не буду этого делать, просто не хочу. Поэтому я вам ничего не скажу про будущее. Я начал писать книги про историю, и как раз я-то убежден, что история это, ну, в общем, мягко говоря, это же не точная наука, у нас нет сомнений в том, что история не является точной наукой, у нее нет законов, это не физика, это вот в физике, если я брошу крышечку, она упадет вниз, и мы можем точно просчитать, как она будет падать и куда, а в истории мы не можем, крышечка, заброшенная в историческом плане, может полететь в любом направлении, потому что никакой наш предыдущий опыт не дает нам возможности просчитать никакой сценарий, поэтому всякий раз, когда нам говорят про какие-то законы истории, когда говорят про судьбу или какой-то особый путь или то, что там России на роду написано или что-то там обусловило то, что всегда будет так и никак иначе, у меня это вызывает недоумение. Я не верю в то, что у нас есть какой-то особенный путь и что на роду написано, что там Россия не будет демократии. Нет, я верю, что в общем-то как-то мы что все возможности, которые были упущены в 90-е, рано или поздно к нам вернутся. Не к нам, может быть, скорее всего, а к вот этому читателю, который будет жить через сто лет. Может быть, к нему. В этом смысле, когда я писал эту книгу, у меня была мысль, что может быть какой-то далекий от меня читатель прочитает и вдруг она будет ему полезна. Он поймет, как не надо было делать. Я, в общем, по-человечески верю в то, что вот то, как вы осторожно описали, что разумное демократическое государство в нашей стране наступит. Но, в общем, кроме веры у нас пока что нет никаких оснований полагать, что оно наступит скоро. Спасибо вам. Пожалуйста, еще вопросы. Вот сюда передайте, я вас попрошу. Передайте, пожалуйста. Спасибо. Добрый вечер, Михаил. Спасибо за книгу. Я еще не всю ее успел добить, но нахожусь в процессе. У меня к вам такой вопрос. Вы сами заговорили про вторую часть, условно говоря, вторую часть книги «Вся Креблевская рать». И вот если мы берем вот этот исторический период с 15-го года по 20-й, кого вы назвали бы, возможно, в этой будущей книге главными действующими лицами? Вы сказали, что в первой книге был коллективный Путин, а кто у нас сейчас? Как, знаете, невозможно описать книгу, которой нет. я не начинал на ненаде работать. Давайте тогда не о книге, а вот в этом просто историческом периоде с 15-го по нынешнее время. Кто, по-вашему, главные действующие лица на этой сцене? Нет, нет, у меня нет ответа на этот вопрос. Я просто не буду туда ходить, чтобы не выглядеть… Знаете, я же не метеоролог, который может посмотреть на облака и описать атмосферные явления. Не хочу выглядеть легковесно, правда. Я как бы всерьез отношусь к своей работе. Для того, чтобы выдать какой-то результат, мне нужна серьезная подготовка. Без подготовки я не работаю. Спасибо вам. Пожалуйста, еще вопросы вот туда передайте, пожалуйста. Да, сейчас к вам вернемся. Простите, у нас же просто сейчас презентация книги, поэтому мы в основном про книгу говорим. Нет, 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 простите, если можно, давайте ваш ваши дебаты, они на какой-то другой площадке состоятся. Спасибо. Пожалуйста. Михаил, здравствуйте. У меня следующий вопрос. Вот вы, когда писали эту книгу, вы, скорее всего, вы общались с участниками событий, кто-то принимал непосредственно участие в этих событиях, кто-то был совсем близко. Возможно, у вас были ситуации, когда разные участники описывали одни и те же события, одни и те же действия, но, возможно, какие-то моменты, в общем, были расхождения. Вот. И в своей книге вы описывали все эти, ну, все видения разных людей, либо вы все-таки выбирали ту версию и того человека, может быть, которого вы знали, которого вы больше доверяли, как с этим моментом. Смотрите, тут трудно сказать про все моменты. Я старался собрать разные позиции и упомянуть. То есть, для меня, я же не доктор, мне не нужно собрать разные показания у пациента и выбрать какой-то, поставить один диагноз. У меня нет такой цели. Для меня несколько версий тоже ничего. Тоже хорошо. Я не испытываю никакого предубеждения против разных версий. Я знаю, что все люди врут. Невольно врут. Искренне врут. Через 20 лет люди ничего не помнят. Вот я можете на себе поставить эксперимент, встретиться с кем-то, с кем вы общались плотно 25 лет назад и рассказать друг другу вашей версии какого-нибудь вашего дела, которое вы делали вместе. У вас будут абсолютно разные версии, хотя версия вашего контрагента будет вам очень любопытна, но она будет совершенно не совпадать с вашей. Люди забывают, люди перепридумывают себе воспоминания. А еще, когда люди рассказывают одну и ту же историю много раз, они всякий раз рассказывают не то, как было все изначально в пункте А, в точке ноль, они пересказывают свою последнюю версию, свой последний рассказ. Поэтому это такой естественно испорченный телефон, который происходит внутри человека. Он каждый раз чуть-чуть, если он чуть-чуть приукрашивает, то он во второй раз приукрасил, а в третий раз он использует уже приукрашенную версию как базовую, а потом еще более приукрашенную как базовую. И так, в общем, нарастают очень интересные детали. Если есть возможность проверить, а есть возможность проверить, существуют открытые источники, существует пресса 96-го, 5-го, какого угодно года, можно всегда проверить версию человека, вставив ее в матрицу фактов. То есть я для работы всегда составляю очень подробный такой Excel-файл, табличку, где по датам расписывают для себя, что делал кто из героев, если есть возможность по часам, то по часам. Это, конечно, уже экстремизм. Поэтому воспоминания человека всегда очень легко просеивать через вот это сито. Совпадает это с фактическим материалом. Мог этот человек быть в Петербурге в тот день, или он был в Москве, или он был в Америке. Люди, как правило, и такие вещи тоже забывают. Но если у меня есть версии, в которых человек упорствует, то у меня нет морального права их отметать, потому что они кажутся неубедительными другим участникам. Этот считает, что... Я могу с фамилиями назвать. Юмашев считает, что Коржаков врет. Коржаков считает, что Юмашев врет. Но в конце концов, кто я такой, чтобы ставить им диагноз? Не я выбирал Юмашева и не я выбирал Коржакова. Коржакова выбрал Ельцин и Юмашева тоже. Они оба исторические личности. То есть если бы речь шла про 19 век, у нас бы не возникало таких сомнений, потому что и один, и другой исторические фигуры. То, что они сейчас еще живы и продолжают продуцировать смыслы, конечно, чуть-чуть заставляет относиться к их словам с некоторой долей скептицизма, но все равно нужно наверное как-то не знаю воспринимать и вариант правды одного и вариант правды другого, потому что других персонажей у нас нет. Поэтому я старался всегда давать обе позиции. Если у меня есть такая история, а вот опровержение этой истории или история и другой вариант истории того же события, но только другими глазами. Спасибо. Спасибо вам. Дорогие друзья, еще один вопрос у нас есть время задать, после чего перейдем к автографу. Кто же его задаст? Передайте, пожалуйста. Здравствуйте. Михаил, могу предположить, предположить здесь ключевое, что не все герои вашей книги остаются довольны результатом в том смысле, что вы же не о хорошем, а о фактах, поэтому я, как вы сказали, отмучившийся новостной журналист, могу предположить, что результаты они всегда такие бывают, что кто-то доволен, кто-то нет. Как вы справляетесь вот с этим, как вы улаживаете или вообще бывает такое, что вот высказывает кто-то, я тебе вот об этом, а вы о другом. Вот такие ситуации. Если это этично. Бывает, бывает, но, но, ну, я не знаю, мне кажется, то есть я точно знаю, что я никого не обманывал, я никого не, никому не обещал написать хорошо. У меня, причем с самого начала, я хорошо помню, когда, когда я решил, что я вот об этом сюжете буду писать книгу, я умудрился немедленно, вот еще книги не было, я еще только брал интервью, я поссорился с несколькими людьми, которые мне говорили, что мы знаем, что, зачем ты это делаешь, ты хочешь доказать, что, и там, и самые разные вещи, ты хочешь доказать, что, что выборы были подтасованы и еще раз хочешь пнуть Ельцина. Кто-то говорил, ты хочешь наоборот канонизировать, откуда вы это взяли, я не хочу вот, вот, вот всего этого, всех этих смыслов, которые вы, вы вчитываете, у меня их нет, поэтому я с самого начала могу всем из своих героев обещать, что у меня нет никакого предустановленного предубеждения, я не стремлюсь вот к какой-то конкретной цели, но я при этом соберу те факты, которые есть, они могут вам, то есть, те факты и те воспоминания, которые есть, а если они вам не понравятся, то простите. Но объективность тоже обижает, как новостной журналист, я это знаю, как приходится унашивать это. Когда что-то не соответствует вашей памяти, это всегда болезненно, а память это, ну это вообще меня ужасно, не знаю, забавляет и интересует то, как люди обращаются с собственной памятью, и как они свободно ее редактируют просто в ежедневном режиме. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин IM Б imagin mainstream Продолжение следует...